Итак, группу подписчиков мы создали. Мы уже знаем, куда у нас будут помещаться те люди, которые подписываются на этот бесплатный подарок. Теперь наша задача создать саму форму подписки. Делается это у нас получается вот здесь. Генератор форм подписки. Заходим в левом меню. Генератор форм подписки. Здесь ставим группу подписчиков, ту, которую мы создали. Поле имя. Изначально вообще у них поле форма выглядит вот таким образом. Это поле ваше имя, поле ваше e-mail. Но можно сделать так, чтобы поле ваше имя не выводилось. Осталось только поле e-mail. В этом случае вы можете убрать вот эту галочку и ввести вот здесь то обращение, с которым будет сохраняться такой подписчик. Потому что без имени в базу его занести нельзя. Он должен обязательно с каким-то именем быть у них сохранен. Поэтому вот здесь вводится обращение, которое будет стоять вместо имени. И, соответственно, вы потом, когда будете делать рассылку по базе, ему вместо имени будет подставляться вот этот блок. Далее. Если вы хотите, можно добавить еще дополнительные поля. Телефон, город, какие-то другие поля. Можно поставить маркер, который позволит нам отслеживать, что, допустим, если мы хотим использовать эту форму в разных местах, где-то на блоге, где-то там, может быть, на сайте своем, еще где-то, то мы можем создать разные формы с разными маркерами на одну и ту же группу, а потом уже отслеживать, сколько, допустим, по такой форме у нас подписалось людей, сколько по такой, а сколько по такой. То есть маркер – это, по сути, инструмент для отслеживания формы, насколько она эффективно работает. В данном случае у меня, допустим, маркер будет page 1. То есть это чисто для меня, для удобства. Вы можете там, если где-то на блоге размещаете, можете назвать блог. Потом там будете еще где-то размещать, назовете форму по-другому. Так, партнерский идентификатор. Например, здесь можно не указывать это. ID рекламной метки также, пока мы это пропустим. Ширина полей и кнопки вот здесь вы можете регулировать. Если вам не нравится ширина, которая изначально задана, она изначально идет как 240 пикселей, но нужно пошире, мы можем сделать пошире. Нужно поуже, мы можем сделать поуже немножко. Так, здесь текст кнопки можно поменять. Я, допустим, поставлю «Забрать 33 урока». Можно поставить картинку вместо этой кнопки свою. Так, статистика подписчиков, сколько уже зарегистрировалось и получило данные уроки, можно таким образом вывести. Так, что еще? URL после подписки. Вот это важная тоже деталь. Здесь у нас смысл в чем? Когда человек подписывается на рассылку, ему нужно ее подтвердить. Поэтому обязательно, когда человек ввел свой e-mail, ввел свое имя, я оставлю, пусть будет с именем, то ему будет показана страница, на которой будет написано, что спасибо, что вы проявили интерес, теперь вам нужно подтвердить вашу подписку, и тогда вы получите ссылку на эти уроки. Но если мы вот эту ссылку не указываем, то будет показана стандартная страница от сервиса JustClick. Если вы хотите показать свою страницу, то можно ее вот здесь прописать. То есть вы там можете записать, допустим, видеоурок про активацию, как правильно нужно активировать подписку. Таким образом, вы, допустим, создаете на своем блоге страницу. Я ее сейчас создам. Допустим, называем ее «Активация подписки». Здесь, допустим, вы пишете «Подтвердите подписку» и выкладываете свою видеоинструкцию. То есть можете здесь подробно все расписать. То есть вы подписались, спасибо, вот вам инструкция, что делать дальше. И там уже в видео показываете, что нужно зайти в свой почтовый ящик и кликнуть по ссылке. Так, данная страница у меня не должна показываться в меню моего сайта, поэтому я вот здесь убираю галочку «Exclude Pages». Если у вас вот этот плагин не стоит, то посмотрите урок о том, как вставить плагин «Exclude Pages» в WordPress. У меня такой урок есть. Так, получается, мы сохраняем данную страницу. Вот она, ссылка на эту страницу. И, соответственно, я ее здесь пропишу. Так, и вот URL после активации. То есть когда человек, получается, подписался, он попал на страницу активации, посмотрел ваше видео, зашел в почту, активировал свою подписку, и после активации он должен попасть на определенную страницу. Как правило, это уже страница, где можно скачать обещанный подарок. Поэтому то же самое. Вы создаете на своем блоге новую страницу. Так, добавить страницу. Так, и уже называете ее, допустим, «Скачать». Так вот тот курс, который вы обещали, например. Так, и здесь уже, соответственно, то же самое прописываем. Здесь же можно поставить картинку вашего курса и так далее. Но я пока просто, чтобы не терять время, укажу ссылку на закачку. То есть у меня, например, курс лежит вот по этому адресу. Потом я ее копирую, добавляю сюда обыкновенную ссылку. Вот таким образом. Так, и нажимаю «Добавить ссылку». Все. Ну, в принципе, вот сюда еще можно саму картинку, конечно, поставить. Это недолго займет. Так, у меня картинка лежит вот здесь. Я ее просто указываю. Все, спасибо за подписку. Ссылка на закачку курса «Опубликовать». А, опять же убираю галочку, чтобы она не отображалась у меня. Вот у меня вот эта страница будет уже на закачку. Указываю ее здесь. Так, все, в принципе, готово. Вот у меня выводится код этой формы. Здесь ее сохранять никак не нужно. Мы просто получаем готовый код формы. Я эту форму копирую. И теперь наша задача создать саму страницу, уже где мы будем предлагать людям подписаться на этот курс и получить уроки бесплатно. Этим мы займемся уже в следующем уроке.